Единая служба экстренных вызовов или 112. Позвонить в скорую помощь, полицию или пожарную можно по единому номеру. Сегодня подвели первые итоги работы службы. Почти 2,5 миллиона. Столько звонков поступило на экстренный номер 112. Работать единая служба экстренных вызовов начала в марте этого года. Статистика говорит, большая часть звонков касалась скорой медицинской помощи. Больше всего вызовов поступило из Кишинева, Бельц, Аргеева, Сорок и Унген. 74% обратившихся звонили в скорую, 24% в полицию и 2% в пожарную. В то же время почти 70% звонков не были срочными. Таковы первые итоги работы службы. О них рассказали на пресс-конференции, в которой участвовал и министр экономики. В момент вызова операторы получают информацию о звонящем, где он находится. Это уникальная система. Кроме достижений службы говорили и о недочетах. Граждане жалуются на то, что во время звонка оператор долго не поднимает трубку. А это порой приводит к смертельным исходам. Служба 112 принимает вызовы в трех направлениях. Скорую помощь, полицию, пожарную. Единая служба экстренных вызовов 112 не отправляет машину скорой помощи. Иногда люди не до конца понимают назначение службы 112, а некоторые и вовсе не знают о такой. Служба спасения или нет – 112. Спасение, что-то срочное или несрочное, простите меня. Скорая помощь – только помощь. И транспортирует нас туда, куда необходимо. Это полиция или кто? Я не знаю. Возможно, уже в следующем году в системе экстренной помощи Молдовы появятся автомобили, оборудованные специальными кнопками вызова. В случае, когда машина сталкивается с препятствием или другой машиной, кнопка автоматически посылает данные в службу 112 и помощь тут же отправляется. Единая служба экстренных вызовов начала работать в Молдове в конце марта этого года. Звонки на номер 112 бесплатные. Обращаться можно круглосуточно. К слову, Молдова стала 37-й страной, запустившей единую службу экстренной помощи. Субтитры создавал DimaTorzok